Начало войны Валентина Щербакова никогда не забудет. 18 июня 1941 года в ленинградской школе отгремел выпускной. Девушка планировала поступать в медицинский институт, но спустя четыре дня по радиоприемнику вместо утренней зарядки она услышала слова диктора о начале войны. Всю блокаду Валентина Николаевна вместе с семьей оставалась в Ленинграде. Даже когда появилась возможность уехать, родной город не оставила. Валентина ухаживала за ранеными, работала монтером радиоузла на сортировочной станции. Участвовала в добыче торфа. Родители очень беспокоились, ходили по всем станциям, потому что он по радио уже идет то один город, то станцию занимает, то деревню какую-то занимает, а где мы где-то в районе неизвестно. После окончания войны вышла замуж за военного. Уехала с семьей сначала в Белоруссию, потом на Камчатку. В конце 50-х семья перебралась в Куйбышев. Сегодня у Валентины Николаевны двое сыновей, четверо внуков и восемь правнуков. Все они гордятся ее подвигом. Конечно, это все надо прочувствовать. Это так ведь не расскажешь, как у них там, как она лазила по столбам по этим, с этими цепями, с этими, с этой аппаратурой. Холодно, а во время блокады мороз сильный был. Он говорит, лезешь, не знаешь, руки, ноги живы, целы, не знаю, ну, связь надо делать. Ну, как не верится, что маме 100 лет, а там мне уже 75. Вот, но мама – это мама. И мы всегда ее и уважали, и уважаем, и выважаем. Сегодня Валентина Николаевна ведет активный образ жизни. Проводит уроки мужества в школах, города. Наизусть знает все даты и события, мобильные номера телефонов всех своих родственников. 19 октября Валентина Николаевна отмечает столетний юбилей. Большой праздник по этому поводу организовали участники общественной организации ветеранов войны. Она всегда с молодежью работает, и по роду своей работы. Муж военный был, они перемещались место на место. Она прошла блокаду девчонкой молодой совсем. И до сих пор в школах, вот 100 лет, она не смогла в этом году принять участие в возложении цветов в праздник освобождения Ленинграда от блокады. И так переживала, так переживала, всегда принимает участие во всех мероприятиях, всегда. А знаете, как бегает? В здравом рассудке и в уме вперед нас бежит. Поздравить Валентину Николаевну с юбилеем приехали представители администрации, городской и губернской думы, участники общественных организаций. К поздравлениям присоединилась и глава города Елена Лапушкина. Она вручила почетный знак губернатора Самарской области за заслуги в развитии ветеранского движения и зачитала поздравительный адрес от имени губернатора Дмитрия Азарова. Отдельная благодарность вам за патриотическое воспитание молодежи, активную общественную работу на благо Самарской области, на благо России. Вы многое сделали для защиты прав и интересов ветеранов, в том числе жителей блокадного Ленинграда. Вся ваша жизнь – это яркий пример честного, самотвержденного труда, стойкости и мужества. От себя глава города пожелала Валентине Щербаковой крепкого здоровья, мирного неба над головой и вручила почетную грамоту с почетным знаком городского округа Самара. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.